Всем привет, с вами Фокс и сегодня у меня на обзоре одна из самых работоспособных gasballback винтовок Tokyo Marui M4A1 MVS. Tokyo Marui славится своими крутыми разработками и MVS с XZ Systems стала небольшой эволюцией в мире ГПБ винтовок. MVS расшифровывается как Modular Weapon Systems. Винтовка у нас приходит в такой красивой коробке, внутри у нас находится сама винтовка, ниже у нас расположен один Greengrass магазин на 35 шаров, здесь у нас находится инструкция и вот здесь коробочка с шарами. Данная винтовка идет в комплектации с цевьем Nights Armament 7-дюймовым квадро-рис, отлично подойдет для Submod Block 1. Бодик у данной винтовки окрашен цирракотом, такой прикольный сероватый цвет и так как этот цирракот с технологией запекания в печи, то должен прослужить довольно длительное время. А вот цевьё, ствол и ДТК окрашены обычной краской в черный цвет. На бодике также есть все правильные маркировки и одна еле заметная маркировка Tokyo Marui. Рукоять здесь идет из ударопрочного пластика, но при желании можно заменить на боевую. Труба здесь коммерческого стандарта и 5-позиционный приклад. При желании можно также заменить на Milspec, благо к Marui аксессуаров достаточно много. Целик 600 метровка, магазин с клапаном шумной конструкции. Есть много разговоров про трубку внутри магазина, нужна она или нет. Для себя я решила, что если вы играете на зеленом газе, либо на пропане, то в принципе можно ее убрать. А если вы играете на черном газе, то лучше ее оставить, так как есть вероятность, что в жару не сможет пробить клапан. В принципе, магазины говорят очень хорошие. Ну и все-таки, так как это ГББ винтовка, еще и от Marui, очень хочется показать вам, что же там находится внутри. Давайте ее немного разберем. Итак, вот мы и разобрали винтовку. Затвор у нас не очень похож на что-то. из ММГ. ОСМ у нас больше похож на пистолетный. Есть валик, также есть валик на затворе, чтобы ему было легче двигаться. Затворная задержка сделана как крючок. Смотрите. В ее надежности, по-моему, сомневаться не стоит. Буфер пластиковый, легкий и от этого лучшая работоспособность и скорострельность. Регулировка хопапа у нас находится в верхнем ресивере. Вот оно. Регулируется оно такими щелчками, что очень хорошо. Хопапа от Marui всегда превосходный и в стоке закидывает шары где-то на 70 метров 0,30 шаром. С учетом того, что внутренний стволик не до конца ствола, а заканчивается где-то в районе мушки. Если поставить хорошую резинку и хороший стволик под средств ствола, то я думаю, что показатели улучшатся. Итак, давайте теперь соберем винтовку обратно и продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Нельзя поставить на предохранитель, пока у вас не взведена винтовка. Также сделано, как и у боевого. Что же хочется сказать в итоге. Marui сделал то, что у него получается лучше всего. Он сделал рабочую лошадку, у которой внутри все сделано для работоспособности. Внутри вы, конечно же, MMG не увидите. Но остальных плюсов у данной винтовки очень много. Маркировки, покраска цирокотом, работоспособность, большой выбор тюнинг деталей и аксессуаров данной винтовки. А вот к минусам я бы все-таки отнесла цену. Она не сильно дорогая, но и не дешевая. Не каждая даст столько денег за простую игрушку. Для кого-то станет минусом внутреннего устройства, не имеющее практически ничего общего с боевой М4. Ну и остальных деталей в стоке маловато. На этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментарии. Всем пока!